В рамках областной профилактической операции «Внимание! Мототранспорт», которая продлится до 14 августа, в районном отделе ГИБДД прошла встреча, участниками которой стали как представители инспекции безопасности дорожного движения, так и представители мотоклубов и молодежь. Разговор коснулся главным образом проблем дорожно-транспортного травматизма. Статистику по данному вопросу сначала доложил Алексей Белявкин, исполняющий обязанности заместителя начальника районного отдела ГИБДД. С начала года на территории обслуживания районного отдела зарегистрировано 4 ДТП с участием мототранспорта. Пострадали 5 человек. С 14 числа нами было выявлено 45 нарушений различных водителям мототранспортных средств. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 11 ДТП. Погибло 4 человека при данных ДТП. В этом году гибели людей избежать удалось. Также было страдавших 12 человек, в этом году 4. То бишь снижение есть, работа у нас ведется. Снижение дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта наблюдается и на территории обслуживания 2 батальона ДПС «Северный». За 6 месяцев 2016 года произошло 20 ДТП с участием мототранспорта, что на 16,6% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Также Сергей Самойлов отметил, что наблюдается и снижение степени тяжести пострадавших в ДТП с участием мототранспорта. И это прежде всего говорит о том, что постоянная профилактическая работа дает свои положительные результаты. Важную информацию для тех, кто стал свидетелем ДТП, озвучил Сергей Милентьев, спасатель отряда «Дмитров спас». К месту ДТП нужно вызвать службы специализированной, которые окажут помощь квалифицированную. Либо номер 112, либо номер 103, скорую помощь и сотрудники полиции. И оградить, постараться, место ДТП. Потому что мотоциклист незащищенный, он уже находится на проезжей части. Постараться обозначить это место, чтобы другие участники дорожного движения не несли еще больший вред. Постараться стабилизировать человека, не давать ему двигаться. Разговор на эту тему продолжил президент Дмитровского отделения мотоклуба «Ночные волки» Сергей Горшенев. Когда произошло ДТП, у нас почему-то люди, которые сидят на машинах, больше думают о себе, как там бедненькая их машинка пострадала, пострапалась. Хотя не заботились о человеке, который перед вами лежит на асфальте, условно выражаясь, или у него прямая травма. Действительно надо обезопасить место аварии и оказать первую помощь. Потом вы уже будете разбираться, что там, как. У нас зачастую люди совершенно не обращаются, находятся в шоковом состоянии и думают только о себе. Безусловно, представитель мотоклуба затронул тему и защитной экипировки, без которой на дорогу не выезжает каждый уважающий себя мотоциклист. Ведь экипировка – это реальная защита жизни человека. При любой маломальской аварии она спасет ваше здоровье. Здоровье в нашей стране – это очень дорогое удовольствие. По окончании встречи представители районного отдела ГИБДД и 2-го батальона ДПС «Северный» вместе с молодежью отправились в город, чтобы провести небольшой информационный рейд. Ребята раздавали водителям автомобилей листовки, касающиеся профилактической операции «Внимание мототранспорт». Здравствуйте, у нас проходит операция «Внимание мототранспорт». Будьте внимательны, пожалуйста. Эти листовки содержали призыв к водителям, ко всем участникам дорожного движения, также к родителям. К родителям с призывом, если они приобретают мототранспортные средства для своих детей, для подростков, чтобы они приобретали обязательно защитную экипировку и позаботились о том, чтобы ребенок знал правила дорожного движения и умел управлять, естественно, водительское удостоверение с соответствующей категорией. И призыв к водителям о том, чтобы они были повнимательнее на дороге, о соблюдении правил дорожного движения, соблюдении скоростного режима, соблюдении дистанции до впереди идущего и соседнего транспортного средства, дабы предотвратить дорожно-транспортные происшествия. К слову о том, что порой водители не замечают на дороге мототранспорт, свидетельствуют два ДТП, произошедших 23 июля. По предварительным данным, и в том, и в другом случае водители автомобилей не убедились в безопасности совершения маневра. Безусловно, внимательными должны быть и сами водители мототранспорта, которые иногда просто забывают правила дорожного движения.